МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снова здравствуйте, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на официальной трансляции Riot Games.ru. Это континентальная лига, и время неумолимо быстро летит. Мы уже постепенно приближаемся к плей-оффам, к финалам, и пока что будем наблюдать за концовкой регулярной стадии. Я у микрофона Павел Риллиан-Шабалин, ваш ведущий, и вместе со мной сегодня компанию мне составлять будут мои коллеги Вадим Шабеневич, Айкей и Зачок Дмитрий Кулькин. Привет, ребят. И раз уж вот так мы начали, можно коротко итоги уже такие подводить. Как вам сплит? Что оправдалось из ваших ожиданий, а что нет, Дима? Ну, в сплите мне лично не хватает немножко годжета в юникорнах. Но в целом пока идет неплохо, пока идет неплохо. OBG начали камбэкаться. Есть весточка для большинства хейтеров, юникорнов. Они последние матчи свои выступают либо так себе, но побеждают, либо так себе и проигрывают. Давай как раз вспомним прошлые матчи. Прошлой недели. Создает такую, знаешь, ноточку пикантности перед плей-офф стадией. Давайте посмотрим на результаты прошлой недели, на то, как как раз у нас та же команда Unicorns of Love сыграла на прошлом уикенде. И еще раз напомним, где они прямо сейчас в групповом этапе находятся. И у них вот эти самые два поражения. Айкей, эти две победы не ожидал никто, кроме редких анти-хайп прогнозов нашей эфирной команде. Это, по-моему, товарищ Старки был, если я ничего не путаю. Что думаешь вообще сейчас по поводу этих цифр, которые у них на табло высвечиваются? Я думаю, что просто они еще ищут свою игру. Плюс они столкнулись явно с проблемами перехода на другую коммуникацию. И я думаю, с этим связана попытка взять сейчас лодика на роли Адыкери. Он на этой неделе будет выступать, насколько я знаю. Мы еще об этом обязательно поговорим, но чуть позже. Да, да, да. А вот эти два поражения, ты знаешь, Йолы в своих интервью говорили. Они скорее знали об этом, что они будут в этом сплете некоторые игры проигрывать. И были к этому готовы. Я вот с этим, честно говоря, совершенно точно не согласен. И не уверен, что они были к любому поражению в регулярке готовы. Потому что, исходя из моего последнего общения с ними, они сейчас настолько сильно, так сказать, углубились в изучение проблемы, в исследование своих вот этих двух поражений, что они не готовы там даже на любое дополнительное медиа. То есть вот у нас есть два официальных медиа дня, а мы хотели съездить к ним на буткемп. И я абсолютно прекрасно понимаю, почему они сейчас не готовы тратить время на любой развлекательный характер. Ну да, Паш, ну знаешь, я же говорю о том, что они говорили в интервью. То есть сказать и быть готовыми, это две разные вещи, как мы видим. Ну, тем не менее, у нас, опять же, время идет вперед. Йолы уже будут играть заменой, что мы позже обсудим. А самое главное, у нас еще и патчи меняются. И сейчас, сегодняшняя игровая неделя, будет посвящена патчу 11.6. Давайте еще раз глянем на ключевые изменения. И, наверное, самое главное, что мы будем обсуждать, это, конечно же, пермабан Акали против Флати. Или все-таки не стоит это делать? Как думаешь, зачем? Ну, вчера в леке у нас Блю брал из СК, мидлейнер. Выглядел не очень. Видел в Сулуку Акали вчера на стриме у Смурфа. Она была неплохая. Не от него, а против как раз-таки Смурфа. Я думаю, потенциал огромный. Это герой, который, знаешь, нюкает стрелков. А стрелки сейчас самая сильная позиция в игре. Поэтому этот герой имеет место быть. Тем более для того самого Флати, который исторически на ней очень много играл. Вообще, изменений в патче множество. Помимо изменений Акали, там и Валибира неплохо переработали. Чуть-чуть переработали. Он теперь в лесу покомфортнее себя чувствует. И Ксинжао может превратиться в Афелий В2 со своим прыжком. И, конечно же, понерфили топ-лейнеров. Потому что, ну, как без нерфов в самой сильной роли? И как же без бафов в самой слабой роли стрелков? Потому что арбалет снова меняют. И я прям жду Дрейвена от Шаганари с новым арбалетом. И потенциально еще каких-то новых стрелков. Типа той же Калисты, которая нас как-то вот не радует в континентальной лиге именно этим героям. Хотя с арбалетом новым она, мне кажется, будет очень сильной. У нас один пик Калисты был, если вспоминать, матч уже прошедший. Всего один за весь регулярный сезон. И тут я вам предлагаю как раз и обсудить, о чем Айкей уже заранее обмолвился буквально минутами ранее. Замена в составе команды Unicorn Sofla. Заранее поданонсированная, вдобавок ко всему. Они у себя в социальных сетях несколько дней назад как раз и сделали пост, в котором чуть подробнее рассказали, дали комментарии тренера о том, что Фраппи играть на этой неделе не будет. И вместо него приходит Лодик. Айкей, что думаешь по поводу этой замены? Потому что у Лодика последняя официальная игровая практика была достаточно давно. Он делал перерыв для того, чтобы доучиться. И он играл тогда в команде Гамбит с Эдвардом. Я думаю, что замена достаточно сильная, потому что Лодик он все это время не просиживал. Да, зря он играл в Солоку. Он в этом сезоне уже Аппл Челленджер на Ювэсте, поэтому проблем с Солоскиллом у него точно не будет. Возможно, сейчас у него форма, конечно, не идеальная. Да, не такая, какая была у него, когда он заканчивал карьеру. Но это точно не слабая замена. Плюс Лодик говорит на русском языке. То есть общаться с ним будет легче. Команде будет легче играть с ним. И, ну, только можем посмотреть. Причем дебютная игра, знаешь, достаточно интересная у него против Крау Краут. То есть не сказать, что оппонент слабый. И можно действительно посмотреть, что поменяется и как будут выглядеть Йолы. Плюс он уже заехал на буткемп. И это, наверное, тоже немаловажный фактор, Дим, как думаешь? Это точно фактор такой весомый. Который имеет место быть, ибо скоро плей-офф. И хочется быть, находиться в одном месте. Понятно, что без Шипи они уже очень давно. Без Фрапи тоже не может подключиться к этой четверке. Поэтому в Питере... Опять же, проблема не только в Фрапи. Фрапи был неплох. И были моменты, когда ему, знаешь, он не был ключевым таким керри. Он примерно был, как и Миракл в Вайн-Х. То есть он неплох, стреляет в командных сражениях. Если что-то у команды идет не так, он такой, ну, смотри, ребят, вы игру проиграли. Нет в нем... Не было пока в нем жилки вот этого, знаешь, керри, который просто идет вперед. А команда за ним, и он соло выигрывает игру. Тут есть проблемы и на верхней линии прослеживаются, да, пока. С чемпион-пулом опять непонятно. Мета шифнулась резко. Сион, вот надо на Сион играть. И че мы тебе? И, возможно, босс даже и хочет играть. Вот хотят и уникорны, чтобы босс этих героев брал. Так что, ну, здесь комплексные проблемы. Справиться или нет, это уже мы увидим чуть позже. В заключении обсуждения этой замены, цитата короткая от Фабиона, тренера команды YOL, что он... Отлично у него развито аналитическое мышление, а как игрок он очень последовательный и спокойный. Ну, посмотрим, как это проявится в официальных матчах команды Unicorns of Love. Им, кстати, предстоит, как правильно сказал сегодня Айкей, встретиться с Кроукрауд. Давайте посмотрим на расписание матчей. Какие еще встречи нас ожидают в первый день игрового уикенда. Вега против Control Play. Достаточно интересное противостояние, где, наверное, единственный шанс команды Control Play в концовке этого регулярного сплита заработать свои очки. Дальше ROX против OneBreadGaming, YOL, Кроукрауд и DragonArmy против Gambit. И здесь, конечно же, сразу два матча бросаются в глаза, потому что во встречах ROX против OBG, особенно в контексте недавнего поражения ROX от Веги, наверное, лишних вопросов у нас здесь не будет по поводу того, кто фаворит, а кто аутсайдер. А вот DragonArmy Gambit, это вопрос, конечно, чуть более дискуссионный, но разве что ключевой момент, что совершенно точно чуть DragonArmy, несмотря на их попытки, все еще форма, ну, прямо скажем, средняя. Давайте зациклим наше внимание на первой встрече Вега против Control Play. Я видел сегодня наши предикшены нашей эфирной команды, и я снова удивился, у нас есть люди, которые поставили на Control Play в контексте того, что к ним возвращается на мид Степан. А кто это сделал? Кто это сделал? Кто же поставил на Control Play? Зачок, как ты думаешь, почему Вандерфул поставил на Control Play? Верят в молодых и, возможно, в МУ, потому что МУ у нас все-таки с каждой неделей все жестче и жестче становится. Ну, ты знаешь, вопрос в то, во что он верит больше, в молодых или в МУ, и от этого будет многое зависеть. Вообще, вот какие можно подчеркнуть, так сказать, спасательные круги в данной ситуации, да, для команды Control Play? Что можно для них выставить вот в виде такого лучика света в конце туннеля, кроме их тренера? Потому что, ну, пока что непонятно, за счет чего они должны сегодня победить. Я бы выставил Билли Магуайра. Мне нравится, как он отыгрывает. Пока от него прям, знаешь, перформансов, как от Степана, незамечено. Билли Магуайр пока самый стабильный, качественно отыгрывает, хорошо ганкает. Пытается в командных сражениях что-то сделать. Зачастую очень с неплохим, когда выходит в мидгейм, а это важно. Не хватает такой же стабильности. А, Сим Син. Сим Син похуже, там бывают моменты, но в половине матча Сим Син был неплохой. На Рэл, на каком-то еще танка, Альстари вроде бы, он тоже неплохо отыгрывал. Но Билли Магуайр для меня пока самый стабильный. И я почему еще его отмечаю, да, которую неделю подряд? Потому что до начала Кейси мне рассказал, что Билли Магуайр это прям жесткий коинфлип играл. По этим матчам, а остался уже последняя неделя, уже там 12 карт он сыграл, за 12 карт, замечено в нем чего-то такого не было вообще. Царь Саню пустите. Вот Царь Саню. Вот мне кажется, Кейси Царь Саню не играл. Царь Саню запустите сейчас. На вторую игру будет понятно, как будет сезон идти в его руках. Или Лазанью верните. Там в первой уже, знаешь, сапога до 25-й минуты нет. За каждого дракона предупрыгает стиль, там уже душа дракона у врагов. Вот там сразу стили понятно. А Билли Магуэр пока все четко, стабильно. Это интересно. Я хотел бы еще коротко отметить один такой тоже достаточно нестандартный предикшн от Шорти. И если он меня вдруг слышит, я бы хотел бы потом обязательно, чтобы он рассказал, почему конкретно так или не иначе он поставил на Круг Краут в матчапе против Юникорнс оф Лав. Окей, как ты думаешь, вот его такой предикшн с чем связан вообще? Ну, я думаю, Файк подозревает, что после изменения Стрелка Юла не смогут сразу какую-то, может, форму набрать. И это как-то по ним ударит, может, они станут слабее. Плюс Крауда против Юлы не сказать, что плохо играли у нас, да, по ходу сезона. И, ну, Файк, наверное, эта ставка делает. Ну, если вспоминать все-таки прошлые матчи и нынешнюю форму команды Круг Краут, то даже, мне кажется, с заменой такой достаточно свежей, да, в качестве лодика Юлы, может быть, все-таки чуть-чуть посильнее будут. И плюс были проблемы именно у команды Круг Краут. У них не будет кемпа и не самая стабильная была игра. Ну, ладно, рассудит время. Я предлагаю эту тему дальше не мусолить. Пока что напомнить вам, что у нас состязание не только между командами, но и между игроками за звание лучшего игрока сезона, за звание MVP континенталки. Давайте посмотрим на MVP рейтинг прямо сейчас, кто у нас лидирует. Пока что все еще на этих четырех сотнях у нас задержались игроки на первом месте. Больше четырех раз эту номинацию никто не выигрывал. Ананасик, Босс, Мурф и Шаганали на первом месте. Единственное, кто потихонечку к ним подкрадывается, ну, как потихонечку влетел с ноги, так сказать, в континентальную лигу. Это Фор на своем Хикариме. 300 очков уже в его активе. Кого здесь не хватает, Зачок, как думаешь? Не хватает? Ну, топ-лейнеров много, это радует. Два топ-лейнера в топ-4, это хорошо. Вот одешник здесь зря, заголосовать за одешников нельзя, потому что их и так райты каждым патчем облизывают, приносят повидло. Вот. Кого не хватает? Наверное, Креукса, мне кажется, он в тех... А, нет, даже не Креукса. Знаешь, все, Креукса забыли, потому что в чате сейчас он написан, а, друга продвигается, вот, друга продвигается. А, нет, Зоникс, я видел, Друзья, Зак, опять. Не хватает Зоникса, потому что у него последние матчи, Йоны, матч, где они выиграли, Йоны от него был прекрасный, и, насколько я понимаю, в том матче он даже не вошел в тройку, что меня не радует. Также Синдра от него была очень хорошая. Вообще, все последние игры Зоникса, они очень крутые. И поинтов 200, 300, мне кажется, он мог бы уже заработать. Но, конечно, Смурф, во-первых, потому что это Смурф, да, то есть одно имя уже иногда заставляет зрителей просто проголосовать за Смурфа. Но у него еще и матчи по большей степени, не могу сказать, что прям какие-то суперяркие, но качественные, прям качественные. Подсказывают, что Зоникс, конечно, не попал вот в этот финальный титр, но он находится в этом рейтинге на четвертой строчке суммарно. У него сейчас 200 очков, то есть он делит четвертую строчку с другими игроками. Ну, что, впрочем, тоже достаточно хороший результат. И напомним, что у нас за плей-офф, за каждую карту в плей-офф 200 очков, за каждую карту в финале 300 очков. Поэтому и у Зоникса, и у Креукса, которого продвигает зачок, в скобочках нет, есть еще шансы не только стать лучшим, но и получить призы. Кстати, Паш, подожди, мне вот кажется, не хватает еще Сантоса в этом рейтинге, потому что вот много игр, где он дает отличные инициации на Релл, и Роуми, да, он прекрасно передвигается по карте, плюс тонны шоткола от него идет во время матча, и вообще даже, по-моему, 300 очков у него нет. Недооцененные саппорты это, наверное, главная проблема. В принципе, любой лигий, не только континентальный, и у нас и Лексус всегда на высоком уровне отыгрывает, чего взять только его рейтинг на новосте. Ну и Сантос, конечно же, тоже, но очень часто бывает такое, что перформанс саппортов тоже отмечают, и саппорты тоже частенько выигрывают в номинации. Ну так вот, я продолжу про подарки, ведь наши партнеры Киткат все еще проводят промо-акцию, покупайте батончики, регистрируйте чеки, и получайте призы для Вайлдрифта. И не только туда, вы еще можете и сертификат получить на покупку планшета, чтобы тот самый, например, Вайлдрифт играть, ну и многие другие подарки. Более подробную информацию вы можете найти на сайте kitkat.ru. Ну и про других наших партнеров не забывайте, JBL Quantum, звук ваше преимущество. Звук ваше преимущество. Игровые гарнитуры JBL Quantum. А вот теперь настало время начинать. Мы долго ждали этой встречи. Будет ли первая победа у команды Control Play? Смогут ли продолжить свою победную серию Vega Squadron после их недавнего как раз успешного достаточно матча против команды Rocks? У нас есть несколько достаточно интересных моментов, что там, что там, были свежие замены. вспоминаем, что у нас недавно пришедший Серикус и Пекидо, да еще и Пентакил, оформивший, да, легионер на топ-лейне команды Vega Squadron немножечко обновил, и если можно так выразиться, зачок, если ты мне позволишь, ну, немножечко все-таки разукрасил игру команды Vega Squadron своим Свейном, хоть он и... я и не против, Паш. Я хотел вот еще, ты там, знаешь, какие-то вопросы, которые мы хотим выяснить у Vega и... Counterplay. Будут ли Counterplay банить Свейна? Вуконг галочка. Хороший рофл. А Трокс галочка. Нет, подожди, не рофл, ну смотри, Вуконг от Рокс ему не дают. Зачем тогда уже потом на что-то переключаться, если вы недоотбаниваете игрока? Если вы уже начали, надо заканчивать, потому что это... это написано на скрижале Лазаньи, понимаешь? Если ты недоотбаниваешь игрока, и он все равно что-то свое получает, тогда не делай вообще изначально блокирование. А представь, ему отбанят Свейна, но не забанят от Рокса, и мы наконец-то посмотрим, чем же он так знаменит-то, этот от Рокса Сирикуса. Он его не возьмет. Губи-целела. Приоритет что-то другое возьмет. Так. Ну, в целом, на самом деле, ребят, мы много раз вспоминали о том, что этот персонаж в исполнении этого игрока это все-таки прям сигнатурочка, то есть он очень много игр отыгрывал на от Роксе. Свейн, конечно, с Пентакиллом, кстати, что интересно, первым Пентакиллом в истории организации Вегас Квадрон в континентальной лиге. Как вам такое, джентльмен? Я думаю, что это наш коучинг. Паш, мы говорили ему, он собрал вот себе Людэн, вот в той игре первой Свейна Свейни. Мы как бы в эфире разобрали его ошибки, просто по полочкам разложили все ему. Он в следующей игре берет Леандри, как мы ему советовали, делает Пентакилл, и даже спасибо нам не пишет. Никакой благодарности нет, я вот больше его учить не буду в прямом эфире. Вообще-то там было, он сказал ши-ши, и таким образом адресовал нам благодарность, между прочим. Ну ладно, тогда все нормально. Собственно, такие интересные у нас достаточно матчи были в исполнении Вегас Квадрона, но то же самое можно сказать и про Control Play. Давайте посмотрим на драфт, что мы всегда любим хвалить в исполнении тренера команды Control Play, и это тот самый спасательный круг, на самом деле, о котором я говорил для этого коллектива, потому что за драфты их привыкли хвалить, а вот за исполнение ругать. Тренер команды Control Play, ему, он достаточно хорошо готовит драфты, и всегда на него делается большая ставка. Но вопрос, опять же, в том, где ему игроков найти, и если вот, допустим, Дима, ты менеджер команды Control Play, тебе нужно думать что-то на летний спинт. Что бы ты сделал с этим составом? Ты бы собрал полностью новый состав, или ты оставил бы тренера и пытался бы вокруг каких-то игроков, например, отдельных Control Play, строить росты? Не, Му я бы точно никуда вообще не девал, потому что Му, это, так сказать, столб сразу, вокруг него выстраивайся. Я бы мог бы сделать, как вот бывший Тимовнер. Проверитесь? Му есть, на му вешаю все обязанности, потом с него спрашиваю. А сам сижу, чилю, читаю кубуры, и все висело. Или, конечно, Дамира на мид, и Дамира на мид. А Степан? А Степан идол. Степан идол. Понятно. Смотри, пока что нет ни бана от Рокса, ни бана с Вейна со стороны отбанивают лесников, Рейну, что Хикарима, что Удира, и Сайлас против... Сайлас и Йоны баны от Веги? Вообще, Рабука, Рабука очень много играл на Йоны Топ. Я не думаю, что это против Степана. Не-не-не, они хотят просто Гнара на ФП забрать сейчас, скорее всего, поэтому они банят Сайласа, потому что, может, неприятный матчап какой-то, либо малфин, ну, это бан Сайласа, это не бан, потому что Сайлас какой-то сильный, это бан, потому что вы хотите забрать что-то, на что Сайлас является хорошим путем. Если они сейчас перспикнут Гнара, то я готов нажать красный, красный телефончик. Эмерженс. Красный телефончик, потому что есть Тристанов. И Тристанов ОП, и Тристанов Флекс. Гнара брать вообще не надо. Еще много лесников в бане, можно забрать еще одного лесника такого, знаешь, единственного, который остался жесткий. Тогда Лилия, тогда выбора нет. Там Лилия немножко подкрутили 20 секунд на ультимейт, на первый, и на второй, и на третий, но это вообще не проблема. Трэш. Для Решафелии это отельница. Получается. Сайракс очень круто отыгрывал в последних матчах, если вспоминать вообще в целом победы команды Вегас Квадрон, на нем держится чуть ли не вся игра. То есть Сайракс прямо керри. Выделяется на всех на фоне. Да, на нем держится игра, но вот он еще недостаточно, знаешь, такой опытный что ли, или молодой, потому что бывают ключевые моменты, где он, допустим, там Флэш не дожмет, из-за этого умрет, и тяжело, тяжело пока что играть, когда на одном АДшнике вся голда, и в него все влетают, как-то сейвить пока что Вега не придумала. Так, Рейл есть у нас, но в трэшах. Трэш будет с Афилией. Здесь можно и Кайсу, а, не Кайсу нельзя, можно и Шая. Я думаю, Шая, Шая хороший пик, либо Тристана, да. Тристана просто уэрпавать сейчас. Вообще, Тристану еще пофлексить можно, Зак, Тристану можно пофлексить и до конца непонятно будет, куда она идет, потому что красная сторона можно до конца и мидера держать. Ты, мне кажется, переоцениваешь Степана, конечно, со Степаном ничего не понятно, там, может появиться, но будучи в команде Вега Скадрон, и если бы я увидел Тристана на первых пиках от контрплей, я бы сразу понял, что это Вальхава на Тристане. Ну, не знаю, у Степана тоже в прошлое есть такого АДшника, поэтому... Это правда. Это правда. Примечательно, что абсолютно верно говорит Зачок, все игнорят. А, Атрокс! Вот это уже... ЦП Римоха, я считаю. Вот сейчас мы посмотрим на того хваленного Атрокса, как он там вообще разваливает на топе кабина. Кстати, вот мы еще не подхайпили Валибиро, потому что Валибиро появился и, скорее всего, это Валибиро для Мили Багуайра. А вот теперь... Я не знаю, что, кстати, ему там и килт сделали, что теперь не режется 50% от лесных миньонов. Правда, и раньше никаких проблем он не испытывал. Но в целом, опять, знаешь, возвращается вот этот ганг лесник по КД. Вот вчера у нас за первые 6 минут селфмейт сделал 4 ганга. Все неуспешные, но они были сделаны. Как бы, дамит вышел, на топ вышел, потом еще раз вышел дамит. У нас выбил флэш из мидера. И из себя. Правда, правда, вот еще вот наш подскачек, который в дискорде сидит, он не отметил то, что он из себя тоже выбил скачек. И из мидера своего 2 в 1 получать. Нормально. И так, у нас появилось 300, все-таки пока, пока мы считаем, что это флекс. Кстати, странно, вот поинт хороший таки был, что Степан в прошлом году был стрелком весь год, а в этом сезоне как-то контрплей вообще никак это не заобузили. Если вспомним G2, где Перкс, когда там играл и он перешел на позицию стрелка, то он некоторых мидеров перенес на позицию стрелка. Там была Зоя, там была то ли Ариан, ну какие-то еще маги были от него. То есть Степан, который перешел с позиции стрелка, он решил полностью забыть эту роль, хотя можно было Люссена какого-нибудь придумать, потенциально 300, на которой появилось там уже сколько, 2 недели назад и только сейчас какой-то вообще минифлекс. Полностью забыл такой адешник был, который от него такой корки, но не сказать, что он был плюс Люссен был. Люссен был один раз от него, не особо удачный, получился и пытался он на Ясу еще играть, но тоже, знаешь, такое было. Не сказать, что прям... Я не согласен, на Ясу у него хорошо получилось. Там прям четко все было, это прям в первом матче было. Перед началом эфира Айкей рассказывал, как он попался с Степаном, с Ханнингером в Соло-Куб, который играл на позиции АДК, как бы, неожиданный такой поворот. Ты не смотрел, кстати, историю его с Волоку? Да, там было больше АДК, чем мидеров, поэтому... Полностью забыл эту роль. Не отпускает пока что его батлайн. Вот мне интересна логика Му, коллеги. Вот Кайса в бане, они сами, Ишаю заблокировали. Слева трэш. Это точно Афелий. Афелия закрывать не хотят. Я думаю, что даже если будет Афелий, то против Тристана и Рейла ему все равно будет тяжело стоять. И отдать какой-нибудь бан в Шаю или в Вариану может быть как-то поуспешнее даже выглядит. Ну смотри, ты отдаешь бан в Шаю, а там, скорее всего, точно будет Афелий. Насколько ты хочешь банить... Насколько ты хочешь вейстить один бан? Ну смотри, а ты банишь Афелия, да, и там Шая. И неизвестно еще что хуже, потому что у Шая лайнфаза хорошая, и... Ты не банишь ни Шаю, ни Афелия. А, ни Шая, ни Афелия. Ну, в принципе, да, да, это хороший поинт, да. Просто ты банишь Ори, и, например, еще что-то. И оставляешь этих двух стрелков потенциально 80 на 20, что Афелий 80, а Шая 20% на пик слева. Там, скорее, Шая, знаешь, 0%, а Афелия 100%, потому что, ну... в очередной раз появляется Ноктюрн, и мы уже видели, опять же, даже в исполнении этого же коллектива. Если я ничего не путаю, сейчас я на всякий случай чекну по статистике. А Трамуки, от Рамуки был, и от Рамуки от Серикуса были 2 2.5 Ноктюрна, от Рамуки был получше, намного он там давил Нонхоли из Кравкраут, а вот от Серикуса был послабее. Он не давил, и не получилось на нижней линии ганг разыграть. Смотрите, у нас вообще не Афелий и не Шая, а Джинкс для Веги Скадрон, что, кстати, все равно странно, потому что они увидели Ноктюрна, который очень любит немобильных керри, а Феликыш тоже немобильный. Ну, там треш есть, акция, есть треш, и то, почему треш хорош, с Феликой. Мы забыли совсем про Серафину, кстати, который вот у нас вчера и Блеки обходили стороной в первой стадии, второй блокировали, не хотели, ребята, ее забирать. Здесь же у нас Вега Скадрон на последней свой пик с левой стороны забирает Серафину. Тут вопрос, что будет ластпиком, потому что сейчас пока что не ясно, это Тристана на мид или Тристана на бот пойдет. Сейчас будет либо мидер забираться, либо еще один адашник, чтобы эту линию как-то подкорректировать, но мне кажется, Тристана в Джинкс это неплохой задел, нужно мидера брать. Пойнт зачка о том, что не нужно было банить Шаю, становится все правдивее, потому что Серафину можно было все-таки отбанить, если она все еще была open и во второй итерации, и про нее как-то не только, видимо, мы забыли, но и команда Control Play, потому что, как говорит один из наших участников эфирной команды, если Серафина есть в этой команде, то, скорее всего, это будет победа, если прям не совсем сильно различаются уровни двух этих коллективов. Да, очень боевой драфт у Веги сейчас, прям я смотрю мясной такой тимфайт, хороший, Джинкс, отличный скейл вместе с Трэшом, можно, ну, много варианций, да, как разыгрывать, в то время, как у Control Play он более такой кетч, да, с Валибиром вначале поиграть и что-то попробовать вначале засноуболить. Интересно сместиться... Вообще Валибира я бы недооценил, потому что этот чемпион, который с Ноктюрном и с Рейзом на центральной линии Серафину от Рокса могут застомпить прям очень жестко, а если вы в мидгейм с Серафиной выйдете слабенькими, то вам будет до сложнее отыгрывать. И также, то есть Валибиру ганкать можно все линии. На центральной линии Control с Левел 2, с Левел 3, например, точно уже. На топе Control с Левел 2, на нижней линии Control с Левел 1. Поэтому играть с любой линией можно. Для Мили Магуайра вообще все дороги открыты, иди куда хочешь, как на Мунда как будто играет, но играть на Уди, на Валибире. Надо аккуратнее против Олафа играть, потому что Олаф в начале Валибира может очень сильно побить на контрганке. Интересно, что Валибир у нас появился, но от Рамуки, то есть в этом же составе они пытались отыгрывать с этим чемпионом немножко на другой позиции. Это будет первый лесной Валибир в Континенталке. И интересно, есть два вопроса, на которые можно послушать рассуждения наших комментаторов перед тем, как мы передадим им слово. Сместится ли нулевой винрейт Ноктюрна на топ-лейне? И как вы сможете оценить перформанс первого лесного Валибира? Что думаете по этому поводу? Вам слово наши коллеги Шорти и Юра уже готовы начинать комментировать. Здравствуйте, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на финальной регулярной неделе Континентальной Лиги. И сегодня я, Юрий Шеленков, и мой любимый коллега Фаек Шорти Алиев. Привет, Фаек. Будем комментировать для вас весь день этот прекрасный тринадцатый. Жаль, что не в пятницу, Фаек. День. Первый матч Вегас-квадрон-контроплей. Фаек, ну, давай в духе Генезиса, да, как только мы перейдем в игру, а это сделаем прямо сейчас. Узнаем у тебя, не изменились и твои решения насчет прогноза на данную партию. По драфту, наверное, я скажу, что не изменились. Я хочу очень сильно похвалить Були Магвайера за его выбор руны, потому что я много тестировал Валибира после изменений. Валибир получил несколько косвенных бафов и прямой баф в этом патче, поэтому я считаю, что это сильный очень весник. И мне вот с руной Хищника понравилось больше всего играть, хотя нужно отметить, что в ранних разменах, которые против Олафа будут тяжелыми, конечно же, решительное наступление помогает. И я бы хотел нашим аналитикам помочь немножечко объяснить, почему нужен был Бан Шаи. Ноктюрн терпеть не может играть против Шаи. Шаи своей беревой бурей просто контрит присутствии Ноктюрна в игре. Очень сложно использовать за Ноктюрна щит, а любое неправильное использование щита приводит к тому, что переприковывает тебя к земле, что, конечно же, Ноктюрну смертельно опасно, потому что чемпион в основном играет от убийства сквишовых целей и очень не хочет долго находиться обездвиженным в каком-то положении, потому что шоттать его большого труда не составляет. Герой абсолютно не танковый. Это не какой-то супер брузер на верхней линии. Хотя посмотрим, как Ромуха сейчас будет его отыгрывать. Средоносное изделие стартует и вообще не могут ли проблемы возникнуть у такого Ноктюрна против дрончатой Атрокса? Я, если честно, не знаю, потому что я не изучал этот матчап вообще. Мне казалось, что Ноктюрн больше должен работать хорошо против сквишовых целей. Атрокс все-таки у нас брузер, но при этом у Атрокса известна очень слабая лайн-фаза, особенно в Верли, потому что кулдаун на Q большой и без Q ты, по сути, не персонаж. То есть, автоатаками Атрокс трейдиться с Ноктюрном не хочет. И вообще, исторически Атрокса как раз контрпикали в основном автоатакерами, такими как Фиора, Камила, Ирели, Джакс, да, то есть, вот эти фулл трейд олыны он не выигрывал. И Ноктюрн в принципе, как раньше, еще и до реворка, о чем чуть позже, потому что Пикида получает левел 2, будет ли попадение с замедлением? Да, почему Степан не флешается сразу? Сейчас вообще мог и жизнь свою отдать так-то, потому что косты уже сдал, но до сих пор был фейз-раш, это могло бы его спасти, если бы дал комбу плюс автоатаку теряет скачок Степан. И Бульмагуар заходит теперь на среднюю линию, но скорее так, чтобы показать. Я тоже в лесу, обо мне не забывайте, пожалуйста. Вот, я пошел наверх. А про топ-лейн-матчап, про вообще Атрокса, еще и до реворка Атрокс был чемпионом, который тоже скилился в лейт, как и после реворка. В принципе, концептуально в этом плане ничего не изменилось. И вот сейчас Фир идет по Серикусу, его наминает Рамука, Серикус отстает на целый уровень, сколько неприятных тычек файка получает, пока идет до своей вышки. А здесь противостояние лесников в этот момент, где Рейн смайтит синее усиление, после чего отдает его за неимением большого количества здоровья. И если бы у Райза был хоть какой-то приоритет, от контрплея здесь была бы прекрасная драка, но пока что драка 2 на 3. Играет по Серикусу Рамука, у него есть мало маны, но у него хороший урон, однако подходит уже Степан. Маны у Степана вообще практически нет, поэтому большое влияние он оказать не может, однако может поиграть по Пекидо, пытается поиграть по Олафу, избирает его первая кровь от Ноктюр, да, Рамука уходит в куст, грамотно доджит урон, после этого начинает наминать Рамука, какую работу выполняет в этой драке. Чуть-чуть не успел доконтролить, и поэтому размен 2 в 1 в плюс для контрплей, даже без приоритета Степан смог подвинуться и развернулись контрплей, пускай и не идеально, но плюсовой размер для себя заработали. А будет механик, Вальхало успевает на своем прыжке, выпрыгнули, 2-1 размен, Файк на топе, 2-1 размен, у нас волибир 1-0-1, и то, о чем говорил господин Айкей, не произошло, то есть Олаф был неаккуратен, получается, с волибиром, и улетел в 0-1, минус 2 пачки сейчас у него. Да, и он еще и синее усиление свое потерял, здесь стоит похвалить топ-сайт команды контрплей, и лесника, и топера, это вообще два, наверное, самых выдающихся игрока у них, так, посмотрим, что на бутлее не происходит, нет, ничего в итоге не происходит, не сумели на ловушечке подловить рел, так вот, Рамука и Буль Магуайр, это два самых ярких для меня, по крайней мере, игрока контрплей, и вот сейчас они в 2 на 3, по сути, разыграли этот момент, Степан уже попозже подошел, но даже без Степана Рамука и Буль Магуайр разменивались очень здорово, и в итоге они выходят вперед, и пока нет особо опции для того, чтобы Серикус чувствовать себя лучше на топе, то есть, да, он заработал килл, но его лесник доходится в очень неприятном положении, и он помогать особо не сможет, а ему еще, подскелиться, пикакс появляется у Рамуки, поэтому, что он будет делать, он будет кидать кухан в оппонента, бежать, давать фир, ждать пока Серику сожмет дэш-аут, или же, если он не нажимает, наминать его до того, как, собственно говоря, фир не закончится, а учитывая наличие пикаксо, это будет достаточно больно. И в целом, я думаю, что у Рамуки сейчас план должен быть просто запушивать линию по КД каждый раз, как только есть возможности, потом уже ждать своего шестого левела и с ультимейтом какие-то плейсики делать ему не особо необходимо выигрывать именно один на один, хотя есть опция, и конкурер настакивается очень больно, Рамука делает первую кровь, нет, не первую кровь, просто убийство. Примечательно то, что Файки отвлекся на то, что Рамука, мне кажется, одну автодаку отменил. И это, кстати, могло бы быть сейчас решающим фактором, но в итоге все равно урона хватило. Но даже если бы это не было убийство, на самом деле, Серику все равно бы должен был бэкаться, потому что впереди по опыту Рамука, то есть ты понимаешь, ты остаешь на лоу-хп на пятом левеле против пятого левела Ноктюрна, он допушит еще одну волну миньонов, получит шестой левел и тебя убьет. И здесь был четвертый, и он получил пятый, получил пятый, и как, смотрите, а Книл или нет? Да, там была, там была анимация, да. Но это не так страшно, в любом случае, он бы с этого размена выиграл, потому что Серикус бы должен был бы бэкаться, это означало бы пластинку для Рамуки, и плюс ко всему еще и более выгодное положение линии, где он просто уже крэшит, разбивает волну миньонов, как эта линия проходит для него, при том, что вообще Ноктюрну сложно диктовать свои условия на линии, из-за того, что он чаще всего пушит автоматом из-за своей пассивки, да, тут очень аккуратно надо играть, вот именно для того, чтобы следить за тем, что ты контролируешь именно как твоя волна миньонов становится, за Ноктюрна это прям тяжеловато бывает, иногда противники, миньоны противника прям так группируются, и без пассивки как бы это не запушить. Костолом уже появляется, ой, прошу прощения, Костолом, а железный кнут, то есть Костолом все-таки будет Ноктюрне, то есть это будет брузер Ноктюрн, по-моему, Серикус как раз таки играл Ассаси, разверет, подожди, бульмагуар, болезоброк работ, боли-були, пытаюсь придумать аналогии, пока не получается, может быть, не Костолом, а Костощекот, что-то типа того, маленький такой, знаешь, Костолом. Вообще, просто железный кнут, я не знаю, почему из железного кнута и получается у нас в итоге Костолом и Потрошитель. Вообще, логика есть какая-то, да, все-таки кнут тоже опасное орудие, как и Ромаку, у которого 2-1, и который кнут уже собрал, потому что он такой Серикуса, и на искренне пространства прилетает Степан, по Серикусу начинают играть, он уже завоеватель, тоже настакал, отхиливается со своих ударов, однако, это происходит не вечно, и учитывая то, что Серикус оставляет за собой след, Ромака пытается именно Степану отдать убийство, за что, конечно, она показывает тем временем кит-кат, 4-1 счет, контру-плей идут вперед, Буль Магуайр пытается выйти от ганга, что у него получается успешно, а я хотел сделать еще акцент файта, дождитесь, а Ботти теперь Драк и Семсин пытается свою форму сбросить, прыгнув слева от кусок, что у него получается, не вставая в контроль, и Вальхала тем временем добивает крипов. У Трисана, кстати, та же самая механика, ну, похожая на Ноктюрна, потому что она тоже фризит линию с трудом. Хотелось бы ответить то, что Ноктюрн сам по себе как чемпион, я думаю, что как знаток топа об этом нам расскажет Дима Зак, потому что, как ты, я думаю, согласен, Файк, по плеймачапу на данный момент очень вот сильно вообще роляет на игру, да, у нас Ноктюрн 2-1-2, у него 4 участия в убийстве, то есть все убийства были сделаны с его помощью, но мне кажется, что Ноктюрн лучше работает как раз вот, ну, из преимущества, потому что из непреимущества он работает достаточно плохо, так можно сказать в целом про всех чемпионов, но именно у Ноктюрна он тонкий, он должен пугать своим уроном, если оппонент вас не боится, и вы не можете быстро за Ноктюрна просадить его по хп, это значит то, что оппонент может развернуться и засустренить вас, а сустейн Ноктюрн выдерживает плохо, потому что у него есть щит, это спасает скорее, там, бёрст какого-то дэмэджа, да, но многие обилки таких, там, отхил отрокса, да, или может даже отхил Олафа, они гораздо лучше работают вот именно в сустейнном файте, которые долго длятся, поэтому Ноктюрн здесь работает хорошо, но так бывает не всегда, и 2-2 у него счёт, отличная линия доминирует, и скоро уже, я думаю, будет предмет у него полный, отроксу нечего делать до мифика вообще, Серикус, атакует здесь Буль Магвайр Серикуса, в своём же кусте, ждёт его, идёт Фир, Флэш, ой, как вот это, вот это неудачный файк, вот это неудачный, Серикус погибает, ещё один килл для Ромуки, 2-2 на нижней линии пытаются поддавить, но здесь, ооо, лоо, футбайд Валькала не успевает нажать, дэш, чуть-чуть совсем, Симси 6-го левела, будет ли ультить, да, слышал, ультит, а кого подтянул, а подтянул Пекина, это, наверное, не самый лучший цвет, однако погибает Сайракс, и Симси выходит, живым из этой ситуации, 7-2, контрплей, 0-12, в течение лиги идут в своей первой победе, и сейчас у них есть все задатки, для этого самая лучшая партия, пока что на 10-й минуте, такой у них ещё не было, у них были близкие игры, но пока это самое лучшее из них в плане старта. Это точно, здесь, причём, посмотри, у нас контрплей давили верхнюю линию, причём очень активно, да, они прям ресурсы туда отсылали, у нас и Степан заромил на топ, и Бульмагмар несколько раз пришёл, и Ромака сам там ещё один на один убийств совершил, и всё, на что могли Вегар рассчитывать, вообще в early game, это их преимущество на бутлейне, и, соответственно, кроссмапплей, но этот кроссмапп вышел таким провалом, Рейн погиб, Сайракс погиб, потому что Симси как-то отыграл дайв 1 в 3, разменявшись один в ноль в свою пользу, и при этом контрплей ещё и Герольф запустили на верхней линии, и забрали первую вышку, это блестящий early game в исполнении контрплей, при этом стоит отметить, что скелетс они неплохо, у них есть два очень сильных в лейтгейме персонажа, это Райс и Тристана, и при этом у них сразу же несколько вин кондишн, возможно, у них возможен вот этот вот фулон тимфайт, когда они влетают по бэклайну, вместе с Рэл, вместе с Валибиром, вместе с Ноктюрном, Ноктюрный Валибир могут игнорировать вражеский контроль за счёт ультимейтов, и есть ещё сприт-пуш с Ноктюрным и Райсом. Они будут это точно использовать, но пока что не стоит забывать о том, что Сайр все-таки доминирует нижнюю линию, вместе с Мерсер достаточно сильно в плане миньонов, потому что плюс 40 есть сейчас у этой Джинкс, всё, что делает Вальхалла, стоит подвышкой убивает миньонов, но дайв был отыгран не очень удачно коллективом Вега Сквадрон, и они потеряли двоих игроков, убив только одного оппонента в размене 4 в С2. А вот здесь, кстати, пытается выйти уже Робака, понимая, что рядом может доходиться лесник, и, безусловно, у него есть, конечно, ультимейт, для того, чтобы позицию свою как-то поменять во время драки, но дайва не будет, Олаф уходит, поэтому Робака спокойно может дофармливать своих миньонов. У него проблем нет, к столу есть, есть бронированные ботинки, и мы видим только настоящий камень у Серикуса. Этого недостаточно пока что, чтобы побеждать в 1 на 1 абсолютно. Если бы нам могли золото показать, я думаю, мы бы с тобой очень сильно... А, вот нам как раз показывают. Я тут только хотел сказать, мы бы сильно удивились, насколько Атрокса встаёт. Почти в два раза меньше у него золота. Минус 3 тысячи у этого Атрокса. Просто за счёт того, что все пластины убийства и ещё и преимущество по фарму. То есть даже на ботлейне такой разницы нет. Атакует Вайхала с Арекса, кидая в него только Ешку и 1 выстрел, используя 3 заклинания. Возможно, не самое лучшее использование таковых спеллов. И Сим Син скоро догонит Серикуса в плане золота. Кстати говоря, да. Скоро догонит. Но это Рэлл с двумя убийствами, ей повезло. Немножечко на ботлейне. На самом деле, не особо даже смешно для команды Верикосквадрон, потому что Атрокс это тот чемпион, который, если не выходит с каким-то хотя бы фармом, то... Ну, сейчас Атрокс бесполезен, вообще абсолютно. Это просто... Это не датанк, который выйдет в файт, у него нет урона, он как бы чуть-чуть поживёт и погибнет. Вот, поэтому ему нужно его фармить. Ему нужен мифик обязательно. Очень желательно ещё и 11-й получить. Вот тогда он сможет какую-то, знаешь, наводить суету в драке, а так пока что не особо. Сейчас есть такая проблема, что так как линия запушивается, так как башню забрали, да, Control Play, линия запушивается очень глубоко, у Ромуки очень большие роум таймеры, когда он может смещаться. И это на руку, Ноктюрну. Но здесь вопрос будет в том, как он их эффективно будет использовать, потому что иначе Атрокс его просто по фарму догонит, а на равных предметах Атрокс стимфайте, мне кажется, может быть полезнее, просто потому что у него урон по площади, у него выживаемости больше за счёт своего состояния. Этот Ноктюр не будет таким сквишом, как классический Ассасин Ноктюр, на через Суберечный Клинок Трактара и так далее, но это всё равно персонаж с одним планом на игру. Я влетаю, и всё. Атрокс в этом плане чуть-чуть более гибкий, потому как он может свои Тимфайф проводить. Плюс ещё и, если говорить о сплит-пуше, то Атрокс на равных предметах в поздней стадии игры тоже будет себя чувствовать гораздо лучше, потому что у Ромаки план, опять же, с Кушки влететь, пару ударов дать, он здесь врыв идёт, в те времена, по Рей, но Рей пытается с ультой выйти, но Рогнарёх его не спасает, потому что не хватает резистов для обживания, так разбираем один-в-один, потому что Серикус Контр-Атаку по команде Контрол, кстати, Плей, делает, и разменивается Симсин, Симсин не вышел, но Рейн почему-то пожадничал со скачком, кстати, если не ошибаюсь. Но это на самом деле на руку в Еге только что было, потому что на Симсин был шатдаун, если я не ошибаюсь, в 150 золотых, в то время как на 0-3 Олафи Рейна точно шатдауна не было, и я вообще не очень понимаю, почему Контрол Лейп продолжают давить в топ-лейн, я бы предпочёл пользоваться вот этим долгим таймером, когда Атрокс допушивает волну миньонов до Т1 мышки для того, чтобы смещаться и делать что-то на другой части карты, например, наказывать Серафина на цель. Это абсолютная правда, потому что давить на Серику с собой взгляд уже особо смысла нет. Симсин, кстати, вылетает вперёд, нет у него ультимейта, но своим временем ему промахивается, идёт очарование по двоим, Симсин пытается выйти, он не выходит, Степан нажимает качок, Буль Магвайра есть и флэш, да, у него ещё есть и прыжок, Степан поставляется, Серикус забирает шатдаун, вот и Атрокс, вот и Файк Камбэк от команды Вегас Квадрон, забирают троих, теряют позицию на средней линии, и пока Ромака не может как раз использовать свой роум таймер, потому что запушивает верхнюю линию, а именно Серикус уже смещается, отставание между топ-лейнерами сильно сократилось до 2000 золота. Разница, если мы смотрим на всех остальных чемпионов, игроков коллектива Вегас Квадрон, то мы увидим, что они даже ведут, не считая топа по голде, Вега сейчас сильнее, чем Кутерплейн. Тем более, что они, мне кажется, просто сильнее вот в классическом 5 на 5, когда Вега может подготовиться к этому самому 5 на 5, потому что есть Серафина, у которой уже первый её пауэрспайк появился, очень дешёвый, лунноисцеляющий камень есть, и Вегас Квадрон должна была планировать, да, свою игру вокруг как раз-таки 5 на 5, вот это лоб-лоб, когда у вас есть очень мощный гиперкерри, у вас Джинкс, которая тоже уже свой первый предмет приобрела, это Убийца Кракенов, и самое главное, для этой Джинкс есть протект, есть передняя линия, и Контрол Плей по идее должны растягивать своих оппонентов по карте для того, чтобы использовать Райза и Ноктюрна, но вместо этого мы увидели, что с Ноктюрном играют по линии Ноктюрна, и после этого ещё встревает файт, когда Ноктюрн не готов смещаться. А здесь появляется уже потрошитер у Серикуса, более того, ещё и терновый жилет, поэтому, ну, я не знаю, фак, я даже не уверен, что теперь Ноктюрн может выиграть один на один, если честно. Ну, у Ноктюрна тоже есть нож Пеллахим Панка, так что он тоже будет немножечко крылышки обрезать этому Атроксу, всё-таки большая часть танковости Атрокса идёт из так называемого Дрейн Танкинга, когда ты увеличиваешь своё эффективное хп за счёт Сустейна. Всё абсолютно верно, но, так или иначе, у Ноктюрна не так много урона в сравнении с Серикусом на данный момент. У Серикус подфрагмент волков. Ромаке надо бы файк реализовывать свой счёт, реализовывать своё золото, потому что стоять на верхней линии, долбить мобов и раз в три минуты как бы убивать вражеского громпа это, наверное, не то, что вы хотите видеть от Ноктюрна, в котором всё золото команды. Ну да, хотелось бы просто больше увидеть. То есть это тоже как бы наращивание преимущества технически, если ты можешь смещаться и забирать вражеские кимпы. Но очень медленно. Да, да, с таким преимуществом можно было больше делать. Я, кстати, вот насчёт дуэли Ноктюрна с Атроксом не уверен, то что вообще опять-таки возвращать к базовому принципу Атрокса, он не любит автоатакеров, которые хороши в продолжительных стычках, которые могут прямо вот автоатаку за автоатакой выдавать, опять-таки, к примеру, Фиоры, Камилы, какого-нибудь Джакса возвращаемся. И мне кажется, что Ноктюрн с завоевателем в такой сборке, мне кажется, может даже с Атроксом и посоревноваться. На боковой линии я вообще с трудом представляю, что Атрокс может выиграть этот дуэль, если только Ноктюрн совсем не запейлит всё вообще, что можно, там пушкой промахнётся, не заблочит клинок Даркина со стороны Серикуса, да, ну что-то в этом роде. Рейн ворует красное усиление, кстати, используя Касталон для Дэша. Вперёд и успешно с Кары забирает это усиление. Були не успел его забрать и сейчас у Були Экспы уже меньше. Он отстаёт по крипам, он 9-й левел, когда Рейн 10-й, что очень важно. Вот только сейчас 10-й получает, почти 11-й уже, Рейн ему буквально один кеп осталось получить. Да, Рейн после очень плохого Early Game напомним, что Були Магуайр, несмотря на то, что его заинвейдили и отняли у него на верхнюю часть леса, он Рейна убил на его блубафе. Так, посмотрим, здесь у нас паромки будут играть. Да, он использует ульту для того, чтобы как-то репозиционироваться, после этого доигрывается скачка и пытается выйти на кухонне, какой красивый. Касталон играет с флэша Рейна, вот тот самый флэш, который он не потратил тогда под вышкой и использует его сейчас. Счёт 7-8, как реализовывают контрплей? Этот заход на верхнюю линию они забирают воздушного дракона и больше пока ничего, это немного. Ищи Герольда призвали, может быть здесь Степан заберёт Т2 вышку, но шатдаун, конечно, большой сняли с этого Ноктюрна и немножечко жаль, что это досталось всё золото Олафу, а не Джинксе, потому что Джинкса всё-таки основной гиперкерри Рейди Сквадронов. Все, знаешь, все инвестиции должны идти именно в Сайраксы. Как у тебя по инвестициям Файк вообще? Ты нормально там шаришь? Я шарил в инвестициях в Лиге Легенд. Куда что вкладывать? Их надо вкладывать в вашего единственного гиперкерри, когда у вас сетап на Тимфайт и Серафины. И, кстати, это получается относительно успешно Файк, потому что у Джинкса всё хорошо, у него 2-1-3, 204 миньона на ещё недостигшей конца 20 минуты и самое большое количество золота в своей команде. Это важно, это здорово, два полных предмета есть, на этом уже начинается веселье, потихонечку, естественно, три предмета, это тот PowerSpy, который очень хочет Джинкс, возможно, это будет смотри, это фан-тол вторым предметом, получается, инфим. Я думаю, что грань, да, будет третьим, у нас, нашор начинает Вегас Квадрон, об этом Control Play не знают? Ну, как бы, понимаешь, Ромака не особо, мне кажется, вообще рад этой ситуации, его не особо это устраивает, потому что, как бы, он идёт вперёд и палит всю эту историю, визит оппонентов, ставит с контрольный тотем, Ромакой, для защиты своей позиции, и теперь Барона больше не видит, но Симсин может аккуратно подчистить данный тотем, на нижней лиге никого нет, смотри, пустота прям, туда даже никто не смещается. Степан туда не бежит, у него телепорты есть, или Ромака даже мог прибежать. Кстати, вот в LAC мы видели тоже Ноктюрнов и топлейневых и мидлейневых тоже с телепортом играли, и они зачастую использовали вот эту фишку включить ульту, потом нажать телепорт. Да, и потом сделать... А, и всё, ты имеешь в виду? Нет, и успеть прилететь, там как бы ульта больше длится, чем время, чем время телепорта. А я думаю, ты имеешь в виду в плане Ромаки включить ульту, дать телепорт на бот и начать спидпушить там. А, это, это скрытый манёвр, да? Это next level. Кстати, кстати, в LAC будет, ой-ой-ой. О, ульта здесь тактурная идёт, такая, если это первая, будет инициация, и ставится ли тотем или нет. Нет, фонарь не ставится, но почему-то Саревс не нажимает, кстати, фонарь, возможно, по причине, что он не хочет придать за свою верную смерть, потому что Атрок стоит слева, по нему играет контрплей-тим, избирает первое убийство, Степан Аяревый тут помёрз, с ним, у которого очень мало хп, как выживает Мёсленый, еле-еле у Були, есть скачок, но он не летит в четырёх, потому что некому поддерживать, и пока ограничивается только убийством одного Сирикуса, который через 26 секунд сможет отражать свой телепорт. Но будут ли дефать Барона на Шора, команда Вега, Сквадрон, они не ожидали того, что развернутся так контрплей быстро, потому что подходит Олаф, у Барона уже 3500 хп, Степан играет по нему, у Рейна очень хп мал, ульта Джикс никого не добивает, а Були Багвайр смайтит Барона на Шора, возвращая контрплей-тим в этой партии, длань Барона принадлежит им, а преимущество в 4000 золота может стать прекрасным подспорьем для дальнейшего получения какого-либо преимущества, и много-много ресурсов есть, у контрплей пытается Вега, и Чейзи Троу Мугу пытается выйти, Мерсер, и флангается скачка, Бэк из термотовых местах, нет, 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 выходит, все в порядке, все у них в порядке, Вега не наказала, я, друзья, я боюсь с Файком находиться в эфире, когда он переживает за команду, член которой бэкается на данном месте и потом умирает, потому что лучше сразу уши затыкать, Файк будет в неистовстве, он не прощает никогда таких ошибок. Справедливость радио контрплей здесь был усиленный бэк, то есть ускоренный бэк из-за бафа на Шора, поэтому количество рандомных мест резко снижается, когда вы бэкаетесь его за 4 секунды, а не за 8. Но очень хороший плей от контрплей, подловили момент, когда находился у нас Саракс 1, и это при том, что Ромака не сумел добить Джинксу, он все равно очень много шороху на нем, навел в бэклайне у команды Вегас Квадрон, в то время как Серикус просто погиб. Чистое преимущество, и команда контрплей забирает на Шора, после этого еще и убегает. Я на секунду испугался, что Саракс просто ультой Джинкс украдет на Шора, потому что там очень большое количество урона, и мы не раз видели, как Джинксы это делали. Показывает нам вот эту повторность, влетел вперед Ромука, расферял он эту Джинксу, но здесь в Пекине помогал, и плюс ко всему еще у Джинксы был флэш, и было исцеление, в итоге добить он ее не сумел, но главное, что он разделил файт на две половинки, потому что вот в прямом столкновении 5 на 5 Квадрон Плей вряд ли выигрывает, а вот когда у нас файты такие разрозненные, хаотичные, это как раз таки то, что любят и Ноктюрн, и Райз, потому что Степан сразу своего Ноктюрна поддержал. Как любят его Райз с вечным холодом, и с фазовым рывком, безусловно, чувствуют себя королем тимфайта, потому что одного зарутал, ускорился, отбежал, другой рут потом кинул, тоже замедлил кого-то, это все, это то, о чем Райз, Райз любит находиться, знаешь, как Райз, как и Виктор, в принципе, он любит находиться на средней дистанции, это его вода, понимаешь, это его стихия, он любит быть там, он не любит находиться в мели против брузеров, но и слишком далеко тоже, он контролирует ситуацию, и здесь, безусловно, я согласен, что когда нет фокуса пятерых игроков по Райзу, ему это очень выгодно, играет Ромака по Серикусу, хорошо его сустенит, а вот Серикус тоже здесь уже отвечает неплохо, хотя у Ромаки есть злань барона, как-то все он выстаивает, при минус 2 левела, но вышка Т2 на боте, по идее, должна падать в очень ближайшем времени, если не на этой волне, то на следующей. Ромака, мне кажется, не делает ставку на дуэльный именно компонент, потому что я так понимаю, что он будет сборщик долгов покупать для себя третьим предметом, а летальность или смертоносность не работает, ну точнее как, она работает очень плохо против бронированных целей, у нас уже бронированные ботиночки у Атрокса есть, есть еще и терновый жилет, и... А, нет, это, это, кстати, интересное решение против команды Серафины, мне прямо даже нравится, у нас появляется Змейный Клык. Ага, вот так вот, а одинокий Пикакс просто как бы шлет в инвентаре, при всем при этом. Да, я думал, что это как раз таки кирка для сборщика долгов, но нет, это зазубренный киржал у нас превращается в предмет, который как раз таки контрит щиты, ну точнее, уменьшает их эффективность, и это очень здорово против сетапа с Серафиной, потому что щитов там будет много. Слушай, да, я вот так смотрю, это уже очень прикольно, ну просто как бы фонарь Треша есть, так как менее... Не, смотри, там два стирака, Серафина и фонарь Треша. Да? Это супер гуд, это очень прям адаптированно правильное решение, причем оно очень подходит под то, что собирается Ромука делать и файтер. Влетает, что Риха инициирует, ловит Ашарабани, но выживает, что самое главное, забирает Сайрекс, а Сайрекс, это и есть основной керри команды Вега Складрона, без него дефать будет очень сложно. Флэш вперед, нажимает Булли Багуайр и делал сайдстеп, и он как будто он реально, знаешь, какой-то вот медведь в лесу, который потерялся, или в которого попали там какой-то солевой дробью, там, не дай бог, да, из-за этого озверел. Он докажал флэш, билет, что вы? Вот что? Сюда идешь? Нет? Все, пошли отсюда. Ну, как бы с медведем шутки плохи, как вот Рейн на третьем левеле понял для себя, подумал, что он викинг, он ничего не боится и погиб в итоге в этом размене. Очень хорошая инициация от Контр-П, кстати, здесь хочу похвалить вот эту связку Ноктюрн-Релл. Видел Рому, как когда влетел, сразу же прилетает оглушение с разных полюсов от Симсина, и Сайрекс уже никак не может выйти, он в контроле, даже несмотря на очень крутой ульт Серафины, да, там, исполнение на бис задело, по-моему, трех или четырех человек, это не помогло. Сайрекса убили, а все, без Сайрекса урона у команды Веги-Сквадрон нет. Значит, как, он есть какой-то, потому что, да, Матрокс наносит урон, да, Олаф наносит урон, даже Серафина немножечко урона тоже наносит, но нужен, конечно же, ДПС, вот именно такой настоящий, из которого можно убивать уже более затанкованные цели, потому что Рейл, Валибир, вообще чистый танк, мы смотрим на повтор, сразу же, танк сразу же после этого влетает Рейл, влетает еще вперед Валибир, а тут как раз так, кубинация, про которую я говорил в самом начале, и Валибир и Ноктюр игнорируют вражеский контроль, когда используют свои унтимейты, и задефать трэшом свою Джинкс от таких вот молодых людей очень сложно. Но, мне кажется, это не ошибка, Мерсер ни в коем случае, я просто думаю, как решить проблему, да, команде Веги-Сквадрон? Мне кажется, надо просто, как только выключать свет, сразу на Сайрекса фонарь давать, потому что, никак по-другому быть не может, полетят только на Джинкс, таково еще лететь на Олафа, безусловно, будут лететь на Джинкс. Джинкс или Серафина, я бы сказал, вот два варианта, потому что и Серафина выключить в самом начале тимфайта тоже сломает драфт команде Вега-Сквадрон. Слушай, да, но с другой стороны, как бы даже если убьют Серафина, урон до сих пор будет, а как бы без урона драку точно не выиграет. Так, пока что убегают ребята, Джинкс нажимает фонарь, не летит Ромука, и за все это время не стартует барона, кстати. Это блеф такой был. Опа. Степана ловят, очарование идет по Ромуке, который, кстати, прожимает щиток и погибает при все при этом, и камбэч ли это от команды Вега-Сквадрон или нет, потому что в разные стороны вышли Ромука и Степан, по Ромуке изинициировали. Время был Сим-Син, там был Сим-Син и Степан. У Ромуки есть репорт, но нет ультимейта. Паранойя будет готова как раз таки примерно, когда он воскресится. И 9000 хп. Рейн стреляет по барону с себя такой-то вот топорами. Серикус делает то же самое, только со своим оружием. Кусаки кончаются, держат позицию контрплей. У Сим-Сина есть хекс-скачок. Степан пытается играть с Северфроста, Мерсенри. Да, Купо Реэл пока что не самый идеальный, но стягивает Сим-Син всех, однако погибает сразу после этого. Тонковитости у него особо нет, и драка продолжается. Три ВС-5. Сможет ли Степан, чтобы противово оставить, потому что здесь Сайрекс имеет очень большой урон и сложно, очень-очень сложно. Влетает в льна! У Купо Ресчилин Барона дает свою жизнь, но это принесет контрплей какие-то ресурсы. Выйдет и Степан Риет. Робака контролицирует по Сайрексу, забирает его. Это еще и Мересола. Степан живет до конца, но погибает впоследствии. И это Эйс со стороны команды контрплей. Тим после стила Барона на Шора контрплей смогли найти себя в этой драке. И Робака не побоялся в численном меньшинстве заинициировать драку и обеспечить победу в этой партии контрплей. Во всяком случае, предварительную. Сможет ли закончить, смогут ли закончить контрплей сейчас? Да, да, да. Ну, да, Меснар, я думаю, что да. Вальгала сейчас просто аннигилирует башни. Я сам побоялся, не поспешил я с выводами предварительно, но Чулька подсказывал, что не особо. Не, усиление на Шора есть? Я не думаю, что здесь один трэш может помешать и Ноктюрну, и Тристане, у которых большое количество ады. Это первая победа в контрплей. Воу! Ну, когда, кроме как сейчас? Когда, кроме как сейчас? Мне очень понравился Ноктюрн, Файк. Мне очень понравился Ноктюрн, правильное его исполнение. Немножко, знаешь, чуть-чуть постоял в АФК. Он вот в ранней стадии, средней стадии игры. В начале гейма, да. Да, да, да. Чуть-чуть там вот не мог себя найти. Нужно было, мне кажется, попытаться хотя бы. Хотя, ну, безусловно, ребятам лучше знать, как реализовывать чемпионы, которые они тренируют. Но так или иначе, первая победа коллектива контрплей Тим. Поздравляем вас, ребята. Если вы вдруг смотрите трансляцию, например, сейчас после окончания игры, вы молодцы. 1-12 счет. И отрадно и примечательно, Файк, что после нескольких сезонов континентальной лиги, я не боюсь вам сказать, в прямом эфире, я горжусь этим, что после нескольких сезонов, когда у нас были коллективы, которые с очень большим трудом брали вообще какие-то киллы, да, и тем более игры, у нас продолжается история того, что у нас нет абсолютных мальчиков для битья, потому что и М19 смогли выиграть одну партию Драгон Армии, контрплей сегодня дали бой, Вега Сквадрон, и свою первую победу заслужили. Я считаю, что это здорово и прекрасно, потому что это держит соревновательный дух, это держит вот то, что называется спортом, как раз его эссенциальный смысл находится в нем, что нет коллектива 0-14, я думаю, это прекрасно. Поэтому поздравляем, контрплей-тим, заслужена ли была эта победа, я считаю, что абсолютно да, и поэтому на этой замечательной ноте, мои господа, мы придем к слову Паше, Шабалину и его студии-аналитики, чтобы рассказать нам про матч-ап на топ-лейне, я думаю, сейчас Дмитрий будет сиять своей аналитикой, ну, let's go, ребята, 1-12 контрплей, что скажете, Паша, тебе слово. Свершилось. Знаете, не так часто происходят вещи, которых ты ждешь целый сезон, и вот, наконец-то, этот момент. Настал контрплей, побеждают в матч-апе против, как правильно подметил Юра, наверное, самого ожидаемого соперника, самого реального соперника в рамках регулярного сплита. Вега проигрывает, и давайте для начала по драфту пройдемся. Как вам дебют волибиры, обновленного в 11.6, в лесу? Как вам интереснейший матч-ап на топе, и Рамука, который по факту в последней драке закирил? Зачок, поехали. В последней драке закирил Рамука? Ну, не чтобы закирил, но на развороте, так сказать, на развороте они смогли хорошо подрать. За косплею Юру как смог. Во-первых, давай начнем с того, что Билли Магуайр двух баронов засматерил. И в последнем сражении именно он украл барона, благодаря которому игру и закончили. Если бы барона не было, и они сделали бейс, они в лучшем случае забрали бы мид. И все. И не закончили бы игру, игра бы еще продолжалась. Но барон позволил закончить игру. Рамука, который подставился, который не задолжил своим щитком ультимейт, в конечном итоге да, прилетел, да, не подзгрызли джинксу и всех доели. Но здесь, во-первых, командная работа хорошая была. То есть и на топе тут два на два хорошо синергировали. Валибир был прекрасен. И Билли Магуайр очередной раз подтверждает мои слова, что этот сезон пока от него очень качественный. Как и от Маунтера, например, из Драгонарми. Это правда. Маунтеру випку, пожалуйста, дайте. На этой интересной ноте я готов переходить к интервью, потому что у нас в гостях первый раз за этот сезон один из игроков команды Control Play. Степа, здравствуй, Степан, Ханнингер, или просто Степан, неважно, вернувшийся обратно на свой мидлейн. Поздравляем тебя с победой. И сразу же первый вопрос. Мы обсуждали твою игру, тебя в составе Control Play и так далее и тому подобное чуть ли не каждый эфир. Смотрели за тобой пристальнее всех остальных. Наблюдали за каждым твоим плеем и так далее и тому подобное. Ты вообще слышал ли наши обсуждения или читал ли комментарии каково тебе с таким давлением было играть? Да я бы сказал, что давление только от одного человека в этом был комьюнити было. Это от мистера Зачка антихайпа. Остальные, в общем-то, не были настолько агрессивными. Как бы да, были там комменты всякие, что вот там Степан плохо играет и такое, но мне кажется, катаризатор всего это был вот зачок. Зачок. Я ни в коем случае, я все лишь говорю, что у тебя есть свой собственный почерк, Степан. Я максимально тебя поддерживаю всегда. Ты, потом Грифон и еще получается Царь Саня. Вот это три уникальных игрока. Вы вообще, знаешь, зрители не понимают, насколько вы на самом деле ценны. Я отчет этому отдаю. Поэтому никакого вообще ни в коем случае негатива. Ладно, давайте по этой конкретной игре, по конкретно матчу против Виги Сквадрон. У вас достаточно интересный именно early game получился и очень интересные пики все еще продолжают появляться, то есть у вас наконец-то волейбер в лесу. Расскажи вообще, как готовились к матчу, какая была задумка изначально на драфт, смогли ли получить то, что хотели для себя? Ну, на самом деле мы получили, считай, идеальный драфт. Единственное, что могло быть, что у нас оказался бы на топе вместо Ноктюр на какой-то Танк и на Медитристану, но так, по идее, драфт для нас был прям идеальный. И плюс в топе все получилось. Мы изначально планировали играть через топ, враги загинтили на топ-крайбе. Дальше просто Рома дальше за сноуболил игру, и мы выиграли. И тем временем на боте прям героически держались, защищали эту башню. В принципе, все для нас прошло прям как в план. Зачок очень хвалит Билли Макуайра, вашего лесника, и в принципе, достаточно заслуженно. Что скажешь по поводу своего тиммейта? Ну, в турнирных играх он выглядит хорошо. Там, первые игры он волновался, но уже сейчас все нормально. У него есть, конечно, свои проблемы. Довольно, кстати, большие в тренировках, но это нормально, это первый сплит. Вот могу сказать, что в турнирных играх он себя показывает хорошо, и это, в принципе, я рад за него. Главное, чтобы ему было комфортно, он чувствовал, что он развивается. Слушай, смотри, Степан, вы не забанили на драфте Серикусу ни Атрокса, ни Вуконга, ни Свейна, там ничего. Вам... Вы были готовы с Атроксом играть? То есть, вы считаете, Ноктюрн изначально планировался как хороший ответ от Атрокса, или это уже по ходу как-то решили? С чем это связано было? Ну, Ноктюрн, очевидно, уже с... там с 2019 года считается чуть ли не контрпиком от Атрокса. Да и плюс, вы сами видели, какое там было исполнение от Атрокса. В принципе, не страшно ни у чемпиона. Давай коротко по вашей организации, потому что вас ждет впереди, потому что я наслышан достаточно много интересных слухов было вокруг команды. Два академических состава, буткемп на предстоящий сплит и так далее и тому подобное. Что из этого правда, что и при каких условиях это будет осуществлено? Про буткемп я вообще не знаю, где ты взял-то. Вот уже какую-то там вторую неделю форсичную информацию вообще мы никогда не слышали, у нас никогда не было таких обсуждений. Да ладно? Серьезно? Нет, я слышал, я просто разговаривал с человеком, который работает там, где находится Control Play, и он говорил, что возможно будет буткемп, но вопрос именно в том, в каких обстоятельствах. Я думал, что ты как раз больше меня знаешь, но видимо я уточню лучшего того человека, у которого спрашивал. Хорошо, по поводу двух академических команд расскажи. Или тут тоже я больше знаю? Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Ну есть там какие-то составы и все. Понятно. Хорошо, а между вами какое-то взаимодействие налажено или будет ли налажено? С организацией? Ну, я не знаю, после этого сприта у нас останется состав или нет. Вообще останется мы под этой организацией хоть кто-то. Так что я не могу сказать. Мы, конечно, общаемся с менеджером, иногда нам часто заходит менеджер, желает тачи, говорит, что с друзьями смотрит, что вообще в компьютерных клубах там часто транслируют наши матчи. Пэди всегда даже транслируют матчи, что с нами следят, радуются, когда мы делаем что-то хорошее, не очень радуются, если мы делаем что-то плохое. Ну, в общем, чувствуется, что организация поддерживает, но прям все информации о нашей дальнейшей судьбе мы не знаем еще. То есть в предстоящее время нам стоит ждать новостей от тебя и твоих тиммейтов. Я надеюсь, что это будут новости хорошие или, по крайней мере, нам будет что обсудить в очередной раз в комьюнити хоть какое-то движение будет происходить. В любом случае, желаем тебе удачи и твоим тиммейтам в том числе. Первая победа, я надеюсь, что уж точно в рамках предстоящих сплитов, предстоящих матчей будет точно не последним. Пока. Пока. Тут так вот вышло, что, получается, я знаю про буткеп команды Control Play чуть больше, чем игроки команды Control Play. Такое тоже иногда случается. Ну да ладно. В любом случае, это первая победа. Я очень рад, что так оно все произошло. И мы, в принципе, рады просто отдельно поздравить эту команду, даже несмотря на то, что у меня сегодня запоролся мой предикт. Я думаю, у всех, кроме Вандерфула. Черт позерей. Вот Вандерфул. Молодец какой. Ну, увидим, угадает ли он, например, результаты следующих оставшихся трех игр сразу после небольшой рекламной паузы. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин